До конца зимнего сезона вместе с этой гонкой остается еще три этапа. Число участников и болельщиков растет и на открытии, когда все собрались у пьедестала, это было заметно. Уверен, что у вас все получится. Сегодня лучшие достигнут вот этого пьедестала. Поэтому данное мероприятие, третий турнир, считаю открытым. Удачи всем! После таких слов на путстве оставалось только одно – пройти жеребьевку и отправиться на старт. 14 участников из разных городов приехали на гонки. Есть очень опытные и грозные соперники и есть команды. Видное на этот раз представляет Дмитрий Черкасов. Мой уровень, он на таком достаточно хорошем среднем уровне, потому что здесь есть все-таки мастера спорта, здесь есть каскадеры профессиональные, здесь есть люди, которые больше 20 лет занимаются гонками в силу опыта. Я набираюсь опыта, в силу опыта, конечно, не могу им составить полноценную конкуренцию, но с каждой гонкой опыта набираемся. Я думаю, что за хорошую середину мы сегодня поборемся. На самом деле машина такая боевая, помятая, и мне кажется, если я сейчас в ней посижу, может быть, пилоту принесет эту удачу, а я, наверное, заряжусь той атмосферой, которой заражены все болельщики, присутствующие сегодня на гонках. Ну что, вполне комфортно, уютно даже и, мне кажется, надежно. Поехали! Поехала, правда, не я, а заявленный участник. Я же вместе с другими болельщиками осталось наблюдать за заездами, и это было впечатляющим. Кому-то не повезло, и уже в конце первого круга машина сошла с дистанции. Уже позже мы пообщались с ребятами. Маленькая неудача не испортила настроение спортсменам из Химы. А что у вас случилось? Оторвался. Мотор оторвался. То есть во время заезда прям, да? Во время заезда. Ну и вот как бы, да, и получилось так, что вы не доехали. Да, не доехали. Сильно огорчились? Относительно. Мы еще не впали в отчаяние, пытаемся что-то сделать. А наша красная тройка мчалась на перерез всем ветрам к финишу. Хотя претендовать на победу ведновчанам было очень сложно. Наш именитый гонщик Константин Колобков на этот раз по уважительным причинам не смог участвовать. Но среди юниоров внук спортсмена Дима Власов. Кстати, самый младший. Ему только-только исполнилось шесть. Сегодня он, как говорится, за себя и за деда. Мне помогает выиграть уверенность в себе и траекторию трассы. Если я еду по правильной траектории трассы, то все хорошо. Вот оно, будущий автогонок. Восемь юных спортсменов. Пока их машины представляют облегченный вариант, но пройдет время, и ребята вырастут в больших спортсменов. А взрослые участники между заездами внимательно осматривают своих боевых коней. У участника из Раменского Юрия Манзукова на колесе образовалась грыжа. Механик, кстати, он из Домодедова, внимательно осматривает машину. Машина, если выйдет на старт, технически неисправна. Это можно порыграть гонку спокойно. Вот сейчас вы увидели, что что-то случилось. Что будете делать? Ждем. Если колесо даст, скажем так, сбой, трещину, тогда поменяем его незамедлительно. Для этого есть весь инструмент, весь зип с собой возим. Первый раз сегодня в гонке друг позвал. И как-то пока получается. Без эксцессов. Уже где-то сердечко что-то заберет? Ну, естественно, адреналин. Гонки в горках с каждым разом все больше желающих поддержать. Появляются спонсоры, а сами соревнования, кроме состязательной, несут и благотворительную функцию. Очень хочу поблагодарить нашу старую гвардию. Вот мы недавно и сейчас, в том числе, продолжаем, организовали сбор денежных средств на поддержку реабилитации Федора Ивановича Шилова. Вот одного из тех, кто начинал это. Мы здесь уже продолжаем. Вот я очень хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Сбор средств на реабилитацию Федора Шилова продолжается. И каждый желающий может помочь нашему прославленному спортсмену скорее встать на ноги. А участники гонок на выживание в ближайшие две недели будут готовиться к следующему этапу состязаний. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.